Всем привет, это Дмитрий Эдберг и канал БОЛКС. В сегодняшнем видео мы разберем матч полупенала итогового турнира. Это клуба-теннист для каждого Дмитрий Эдберг, то есть я против Владимира Жуковича. В этом видео будут все очки, абсолютно все очки, то есть вся игра, вырезанная вон статистика вверху экрана, можете видеть. Чем примечательно это видео, этот матч в том, что я в этом матче Дмитрий Эдберг с ним проигрывал 3-0, и как бы с двумя брейками я проигрывал, и отыгрался, и переломил игру, и выиграл 6-4, уверенно. Давайте разберемся, что произошло, почему это случилось, что скажем еще, давайте вводные данные. Дмитрий Эдберг, это я, 38 лет, пушер, так называемый, то есть без сильных ударов, играю за счет тактики, за счет точных ударов, за счет попадания в нужные точки и за счет выхода в сетку. Против меня играет Владимир Жукович, которому 43 года, он на 5 лет старше, он начал играть на 5 лет позже, то есть он начал играть где-то в 38 лет, 5 лет активно тренируется, и он как бы представляет собой такую школу, скажем, нормальных теннисистов, которые пытаются бить, пытаются играть остро, вот, и достаточно универсальный. Владимир Жукович в клубе «Теннис для каждого» достаточно крепкий игрок-любитель в первой лиге, из тех, кто не играл в детстве, то есть он там тоже берет призы, имеется в виду золотые и серебряные медали, то есть это уже тренисист, скажем, такой крепкий для любительского уровня. Итак, смотрим игру. Я в этом матче был фаворитом, статистика наших встреч была, по-моему, 11 побед моих, и одна победа, вот, последняя была на стороне Владимира Жуковича. Поэтому этот матч был такой интригой, потому что Владимир уже как бы нащупал против меня какие-то точки, и моя задача была с ним играть аккуратно, то есть он уже знал мои слабые стороны, и поэтому была задача играть, ну, мне уже так просто с ним победить не получается, то есть надо как бы стараться и играть хорошо. Итак, смотрим, это первый гейм, первый гейм первого сета я подаю, и можем смотреть, что этот гейм был затяжным, этот гейм был затяжным, и было несколько раз больше и меньше, и в итоге Владимир его выиграл. Давайте смотрим за счет чего. Значит, я в эту игру вошел достаточно так, ну, сыровато, то есть, как всегда, то есть, ниже своих возможностей, но этого я так всегда начинаю. То есть, я выжидал ошибки Голы, и вот смотрите, сейчас, ну, и он, как видим, ошибался, первые три очка мне подарил как бы сам, то есть, я придерживал мяч, он мазал, вот, то есть, он необязательно ошибался, и при этом он же сам и забивал, то есть, я подумал, что мне достаточно просто чуть-чуть пересидеть, и он сам ошибался, но Владимир, как бы, сравнял счет, сделал 40-40, и забил, забил на больше-меньше свои очки, и выиграл гейм, удивительно, как бы, ну, я был не очень доволен, поскольку жалко проиграть гейм, когда ты уже там был на 40, и, ну, Гачков выиграл, и в итоге все равно проиграл, то есть, длинный был гейм, долгий, длинный, и я его все равно проиграл, при этом, как бы, я играл действительно хорошо, что еще в этом гейме характерно, можете обратить внимание, в том, что я пытался Владимира пересидеть чуть-чуть в обороне, и также, ну, не боялся его выходов на сетку, то есть, я их ожидал, думал, что пусть он выйдет, и я его хотел там обвести, но этого у меня не совсем получилось, Вова меня раскидывал по свежести своей, еще не уставший, ничего, он меня раскидывал по углам, и все-таки больше забил, все-таки больше забил, то есть, Вова играл более активно, более атакующе, и моя оборона, которая обычно обыгрывала любителей таких, все-таки чуть-чуть не справилась, чуть-чуть не справилась, и я проиграл этот гейм, мне было обидно, и, ну, я думаю, ничего страшного, на переходе сторон, когда уже подача была Владимира, моя задача была, как бы, брейкануть его назад, и сравнять счет один-один, но Вова продолжил очень активно также играть, атаковать, выходить на сетку, забивать меня в углы, несколько раз он меня отвел во втором гейме, можете видеть это на видео, то есть, он играл активно, играл, диктовал игру, то есть, он меня опережал, я немножко просыпался, просыпался, ждал же, когда он начнет ошибаться, и он не, ну, ошибался значительно меньше, чем забивал, на удивление, вот, то есть, он опережал меня в мысли на корте, то есть, я, как бы, играл, но немножко более сонно, и при этом у меня не получались некоторые элементы игры, иногда, как я, вот, Кобиллова меня хорошо обводил, иногда я чуть-чуть неудачно на сетке играл, то есть, такие, как бы, плюс-минус равные какие-то розыгрыши, не обязательно я все-таки их подопроизвел, и от этого Владимир оторвался в счете 2-0, я сыграл несколько розыгрышей хорошо на сетке, но все-таки чуть-чуть больше провалил. И забегу наперед, скажу, когда Владимир выигрывал 3-0, я разобрал этот, я разобрал при счете 3-0 статистику очков, и оказалось, что Владимир сделал 11 выходов на сетку, из них забил 8, то есть, 8 забил, 3, он ошибся там, то есть, у меня хорошая статистика. В то время, как я сделал 6 выходов на сетку, из них забил только 2, то есть, у меня 2 забил, 4 проиграл. То есть, вот этот отрезок игры я проиграл на сетке, и Володя сыграл очень-очень хорошо. Вот, тем не менее, значит, на переходе сторон при счете 3-0 в пользу Владимира, он подавал, я был очень расстроен, там, в фрагменте в начале видео, там, где я делал учебы, при этом счете, при счете 3-0, когда я в полных отправлял, я был расстроен, и понимал, что, это полфинал, ответственность достаточно высокая была, я понимал, что у меня нет права на ошибку, то есть, 4-0 при такой игре, при такой быстрой игре Владимира, а я пока просыпался, и неизвестно, как я даже, если проснусь, могу ли я все-таки назад брекануть, отыграться, поэтому я повис, я повис, я понимал, что нельзя проиграть четвертый день. Но я решил также поменять тактику, и вот тут вот самое интересное, то есть, при счете 3-0, что мне надо было делать? Атаковать я не умею нормально с задней линии, такая игра убаюкивающая мне не принесла результат, вот, и я разобрал свои ошибки на переходе, я понял, что Володин меня опережал в один удар, то есть, он все-таки принимал быстрее решение, и, значит, завершал роган еще, то есть, он на один удар делал решение быстрее, чем я, а я выжидал, поэтому я решил, что мне надо чуть-чуть рискнуть, и все-таки самому выходить на сетках играть более активно, то есть, выжидающий теннис на ошибках не являлся успешным для меня в этой игре, и поэтому при счете 3-0 я решил все-таки наносить удар и самому выходить на сетку, но выходить на сетку более подготовленно, более остро, заставлять, то есть, самому начать чуть-чуть поддиктовывать игру и ритм, конкретно розыгрышей. Длинные розыгрыши, как показала практика, не принесли результата, выжидая на ошибку, я решил сделать средний розыгрыш, готовить выходу на сетку и также готовиться обводить более точно Владимира, но больше самому атаковать на сетке, поскольку у меня водка не получилась, как я поддавал. И при счете 0-3, когда Владимир выигрывал и поддавал, я так и сделал, то есть, я сыграл более внимательно, при этом Володя, очевидно, словил синдром беспечного туриста, у него был хороший запас, и он как бы не до конца внимательно сыграл. Мне удалось, к счастью, сыграть и дейкануть его. Один раз я сделал счет 3-1 за счет нескольких выходов на сетку, более активной игры. И на своей подаче я тоже продолжал поддавливать его уже на сетке, более внимательно. Я заметил, что Владимир в статичном положении хорошо играет, достаточно. Я решил чуть-чуть больше его раскидывать по углам, заставлять его играть в большем темпе с движением, и, соответственно, расшатывать и выходить на сетку. Так и произошло. Мне повезло, что я сыграл и делал брейк 3-1, потом поддавал и сделал счет 3-2. Был очередной переход, и Владимир поддавал. Я продолжил играть точно так же, то есть, у меня появилась уверенность, счет уже перестал быть критичным. Все-таки 0-3 это достаточно опасный счет, а 3-2 уже можно чуть-чуть передохнуть. Но все равно надо было развивать успех. Поэтому я действовал тут грамотно, и Владимир уже столкнулся со мной более организованным, более я нащупал какие-то удары, ритм, темп выигрышный для меня. И так же на этот раз мне при счете 3-2, ну и вообще, когда я отыгрывался, повезло несколько раз, я сыграл удачно, то есть, всякий элемент какого-то спортивного, спортивной удачи и гиггения, на этот раз уже сыграл одну сторону, и я начал отыгрываться. Потому что в первых трех гемах, которые выиграл Владимир, там были тоже у него необязательные очки, которые он победил. Значит, я уже немножко успокоился при счете 3-2, и Владимир дальше подавал. Мне удалось на его подаче тоже понабирать очков. Вот он начал ошибаться на сетке, ошибаться при пробитии с мэшей, сделал двойную ошибку одну в матче, это при счете 2-3 на своей подаче, то есть, подарил мне бесплатно очко. И тут я как бы его дожал и сравнял счет 3-3. За счет просто более внимательной игры я стал чуть-чуть больше соблюдать длину, глубину ударов своих, накида, так сказать, на заднюю мину, и старался выходить к сетке, уже сам опережая события. Вот это тот розыгрыш, который сейчас на экране, он был при счете 3-2 в пользу Володи на его подаче. И это был очень важный очко, сейчас обратите внимание, именно вот в нем мне удалось переломить такой он психологический. Смотрите, я держу этот мяч, Володя идет в сетку, я ему даю неудобно низко, достаю, кидаю опять свечу, Володя не забивает, я ему возвращаю, он опять идет на сетку, здесь я режу ему на бэккэм. Он хорошо достаточно отбивает, и тут я его все равно низким, косым обвожу. То есть вот этот вот розыгрыш, он был психологически очень важен, то есть я, во-первых, и от защищался на заднем линии, и его отбил. И при этом сравнял счет 3-3, то есть очень хороший был, ответственный розыгрыш. Дальше я начал подавать по счете 3-3, и как видите, у меня пошли очки. Я начал больше его прессовать, атаковать на сетке, я почувствовал уверенность, счет был равный, и начал забивать вот на сетке, как видно, почувствовал себя как бы уверенно. Я уже вышел вперед, 30-0, 3-3, то есть после 0-3, и холодного душа, я почувствовал себя в теплой ванне, уверенно, 40-0, и, в общем, было все хорошо, складывалось. Опять я его обвожу, опять, смотрите, подвозь, взял розыгрыш. И обвел, и на сетке веду, то есть все начало получаться, то есть я почувствовал уверенность, 4-3 веду. Переход сторон, Володя подает, я на приеме. Я просто беру мяч, все это уже в мою пользу, можно успокоиться, можно расслабиться, можно как бы, все как бы, классно складываться, и нету ничего о смертельном, каких-то ошибках, и вот в этом розыгрыше мне повезло, Володя не попадает, я вышел на сетку, он чуть-чуть не попадал, он не попал при отводке, то есть начало мне улыбаться удача в какой-то степени. Значит, на 0-15, мою пользу, Володя подает. Я хорошо держу оборону, вот вынужденную под к сетке, выхожу, и Володя меня вводит, опять бьет в аут по ширине, то есть тоже повезло, но в то же время ему неудобно было бить низкий мяч на отводке. Володя держит мяч, я уже как бы, являюсь в коленном положении, еще и большой в мою пользу, и малый счет в мою пользу. Вот я отбиваюсь, тебе спокойно держу, не ошибаюсь, держу диагонали, Володя накручивает, опять я выхожу к сетке под корпем, где мы бью, и дистанцию сокращаю, и он все равно ошибается, потому что на хэрпорте я играю, у меня преимущество со мной с Володей. Уже 0-40. Отличный счет, Вова хорошо пошел к сетке неожиданно, и тут забивает вот эти смеши бьет, я бью, и попадаю в аут, ну, при свече. Ничего страшного, счет 15-40, все равно, как бы, я хозяин положения. Опять держи мяч, хороший прием, по диагонали, глубокий, Володя кидает свечу, доходит к сетке. Я ему накидываю, не совсем удачно, но он не забивает меня. Бью ему по линии, он не справляется. То есть здесь мне тоже повезло, и я повел 5-3. 5-3 после 0, выиграл 5 гемов подряд, отличный результат. Подаю. Ничего страшного нету. Значит, Володя пошел на сетку, опять я ему закидываю какие-то свечи, потом уже забивает этот смеш. 0-15, я подаю еще раз, Володя бьет, держу мяч в диагональ, Володя накручивает, атакует мой бэкхенд, и забивает, забивает 0-30. Подаю Володя на приеме, я держу мяч, ничего страшного. И большой счет, в мою позу 5-3, то есть мне как бы нечего паниковать, я держу свою линию. Хотел к сетке пойти, передумал, держи мяч, я выжидаю какие-то ошибки, но как бы могу себе это поглоть. Опять Володя пошел на сетке, даю низкий на бэкхенд, он попадает, я ему даю свечу, бьет смеш, еще раз, перебрасываю, пытаюсь перебросить, и Володя, здесь ошибается на смеш. 15-30. Подаю опять, выхожу в сетке, я такой был порхен, но переоценил свои возможности, Володя плоднокровно сыграл, обвел 15-40. Подаю, Володя поджал к сетке, я ничего другого, как по линии, не остается, бью, Володя ошибается 30-40. Опять подача моя, я выхожу в сетке, и здесь я бью хорошо, и забиваю вот эту розыску сетке, 40-40, сравниваю счет, в принципе, я хочу закончить матч, и в своем гильме, подаю, еще раз, Володя, отбивает, счет ровно, 5-3 в мою пользу, Володя держит мяч, я держу мяч, как бы я уже успокоился, я отыгрался в этом гильме, отыгрался по ходу игры, и Володя очень хорошо, неожиданно выходит к сетке, я просто это ожидал, но он и хорошо сыграл с йота, как надо, что я не удалось его наказать, меньше, я выхожу на сетку, отбиваю, и Володя тут меня перебрасывает, вот, тут ему все удалось, как бы я немножко тут психую, как вы видите, бью мячами в пол, ну, как бы это такое, психия ерунда, потому что 0-3 я проиграл, еще 5-4 в мою пользу, значит, что не психовать, Володя подает, за то, чтобы остаться в матче, моя задача брейкануть, первая подача, 15-0 Володя выигрывает, не обязательно на ошибках подменевал, но ничего, держу мяч, хорошо я ему срезал, низкий мяч, он не справился, 15-15, снова подача, первая не проходит, вторая подача, я просто держу, кидаю диагональ, и держу мяч в обороне, собираю относительную длину, Володя не рискует этих сетки, я держу диагональ, бэккэнд держу, Володя бьет, выходит в сетки, и вот здесь мне повезло, я хорошо здесь, низкий мяч, и здесь уже добежал, и отыграл на сетке до работы, вот этот розыгрыш был в чем-то, такой хороший, решающий, и очень важный, 15-30, Володя опять подает, у нас 30, я держу пока оборону, себе спокойно держу мяч, подключу ему под бэкхенд, чтобы он не мог атаковать, придерживаю, контролирую мяч, Володя вынужден бить бэкхенда, я ему опять откидываю, идет завязка на бэкхендовской диагонали, спокойно, мне спешить некуда, я в хозяин положения, еще одно и то, Володя пошел на сетку, я ему даю под бэкхенд, и здесь еще раз под бэкхенд, и здесь уже ниже сетки, Володя не справляется, мако в порте, я его переиграю, 15-40, двойной матчбол, Володя подает, я принимаю по диагонали, Володя хорошо держит тоже диагональ, уже такая форхендовская диагональ, Володя пошел на сетку, я кидаю свечу, он идет, я вернул, и смотрите, какой здесь будет развязка, что я ему куда ниже сетки, он опять не справляется на хапкорте, ниже сетки на подрезанный мяш, и моя победа 6-4, 6-4, я доволен, мне удалось вернуться, Вова хорошо играл, я тоже хорошо играл, но мне удалось тактически переломить, да, был шанс, я тоже, я думал, что вот в этой коротком сете, я смогу, может быть, выиграть его, потому что первый сет такой, как-то еще силы хватало, хватало, но Дима перестроился, а я что-то... наслаждался, и... 3-0, 3-0 я проигрывал, и я был злой, я искал, я был смобилизирован, искал ключи, думаю, так у меня не получается, так Вова хороший, я вот уже начал что-то такое делать, чтобы этого не было, да, и уже как бы я все больше и больше закрываю дырок, с Димой, да, то есть там он выходит к сетке, я ввожу там на задней линии, да, а вот халкорт, он еще вот царь, да, мне повезло, я понял, что тебе надо уже на тоненького вводить, чтобы проявлять мастерство, поэтому я тебя поздравляю, спасибо за участие, да, спасибо.